Улица Энгельса Никита Сергеевич Ерцов Основатель Александровского завода Почему линия? А потому что застроена она была только с одной стороны При Ерцове здесь находилась Деревянная заводская контора И квартиры горных офицеров На месте которых в конце 18 века Был построен дом горного начальника Сохранившийся до наших дней Первым его обитателем стал Легендарный шотландский металлург Чарльз Гаскоин Кстати, благодаря Гаскоину Улицу стали называть сначала английской А затем малой английской В 1918 году Она стала частью проспекта Фридриха Энгельса А сто лет спустя бывшей заводской линии Вернули ее историческое название Да, на новой старой улице Стоит всего один дом Тот самый дом горного начальника Который принадлежит музею В общем, заблудиться здесь невозможно А рядом с заводской линией Параллельно ей Проходит Шедловский бульвар Один из старейших бульваров Петрозаводска Ему тоже вернули историческое название Вообще, до революции Шедловский бульвар был довольно протяженным Он начинался здесь У заводской линии Потом делал вот такую вот Загагулину по территории нынешнего Мемориала Вечный огонь И спускался вниз По нынешнему проспекту Карла Маркса Почти до национального театра Шедловским его назвали неспроста Благоустроить две эти улицы Заводскую и Мариинскую нынешний проспект Карла Маркса Пытались, начиная с 40-х годов 19-го века Однако деревья, высаженные на самом краю обрыва Упорно не приживались А если и приживались То уничтожались на корню Шлявшимися по центру города Козами и коровами Лишь в 1905 году Вице-губернатору Константину Шедловскому Это удалось Петрозаводчане его старания оценили И стали называть бульвар Шедловским Сегодня большая часть этого популярного городского променада Официально зовется Мариинским бульваром Хотя до революции он был именно Шедловским Но справедливость все же восторжествовала И теперь в Петрозаводске есть Пусть и довольно скромный Шедловский бульвар Субтитры сделал DimaTorzok